Перейдем к следующему докладу, темой которой является МатПлейс. Это платформа для изучения школьной математики, подготовки к ОГЭ, ЕГЭ и Олимпиадам. Расскажут нам о ней будущие студенты, ученики лицея Иван Долгих и Гордей Завьялов. Так, здрасте. Сейчас я, наверное, включу демонстрацию. Тут Дмитрий Городецкий. Можешь, пожалуйста, экраном поделиться? Ну, в смысле, мне отдать. Спасибо. Скажите, меня хорошо слышно? Да, слышно. Отлично. Так, сейчас получается. Тогда давайте вот так вот. Пока ребята включают презентацию, хочу напомнить спикерам, те, кто уже рассказал про свои доклады, могут заходить в телеграм-чат, там могут поступать вопросы для вас. Так, все видно, все слышно? Да, видно, слышно, хорошо. Всем привет, меня зовут Завьялов Гордей. Меня зовут Долгих Иван. Виртуально с нами участвует также третий член команды Никутшин Павел. Мы ученики 10 класса 64 лицея. Занимаемся математикой и информатикой. И сегодня мы хотели рассказать вам о нашем проекте платформы для изучения математики MathPlace. Есть опасения, что решение математических заданий мы с друзьями начали обсуждать раньше, чем научились говорить. Мы находили математику в разных местах. И в книжках, и в задачниках, и на сайтах. В общем, перепробовали много разных вариантов. Но все начиналось очень просто. Как и многие обычные люди, я не стал бы заниматься своим проектом без пинка. На занятиях в IT-школе мне сказали, что в конце учебного года мне обязательно нужно представить проект. Шли дни, недели, месяцы. А тема проекта у меня все не появлялась и не появлялась. И скажу вам честно, только за две недели до защиты проекта, когда все занятия уже закончились, а проект я еще даже не начинал делать, я решил сделать хоть что-нибудь. И теперь чем-нибудь этим я занимаюсь уже больше года. Я сразу осознал, что в одиночку заниматься проектом трудно. И практически с самого начала разработки мне помогали друзья. Никто из нас не имел знаний ни о том, как писать код, ни о том, как правильно делать дизайн. Команда нашего приложения постоянно менялась. И по правде говоря, лишь один я нахожусь в составе с самого его начала. И это абсолютно нормально. Я почти уверен, что чтобы найти команду мечты, нужно перепробовать не десяток участников. В конце концов, я нашел команду единомышленников, готовых заниматься нашим проектом до конца. И сейчас наша команда состоит из трех человек. Мы делали его все лето, затем осень, зиму, весну и опять лето. И вот сегодня мы хотим рассказать вам, что же у нас вышло за время нашей долгой и упорной работы, как начать делать проект и не забросить его, а также о том, что можно выучить за год, если очень захотеть. На данный момент проект опубликован в PlayMarket и имеет свой сайт, где добавлено более 500 задач и множество различных разделов, от тем для малышей до серьезных задач для олимпиадиков. Начать заниматься математикой очень просто. Для этого необходимо зарегистрироваться, чтобы ваш прогресс сохранялся в базе данных. После прохождения регистрации, пользователь сразу может начать обучаться. Для удобства все темы разбиты на несколько основных разделов. На главном экране у каждого пользователя представлена подборка тем специально для него. А вот так главный экран выглядит на сайте. Когда вы выбрали тему, ее изучение, как и в школе, начинается с теории. В теории помимо скучных букв, можно добавлять картинки и даже загружать PDF или Word файлы. После того, как вы познакомились с теорией, можно решать задачи. В задачи помимо условия также можно добавлять картинки. Каждая задача есть поле для ввода ответа, а если с решением возникают трудности, можно посмотреть разбор задачи, если автор, конечно, не поскупился и приложил его. Так интерфейс темы выглядит на сайте. Внимание! Эксклюзивная функция для телефонов. Важным дополнением мобильного приложения служит черновик. Если для решения задачи вам нужно что-то нарисовать или выполнить промежуточные вычисления, вы можете тут же на телефоне открыть черновик и нарисовать пальчиком какой-нибудь рисунок. Вот как я это делаю на этом слайде. Или вы можете просто поиграть с другом в крестики-нолики. Так как приложение в первую очередь рассчитано на школьников, то в нем, помимо решения задач, присутствуют способы подсаживания людей на математику, такие как достижения и статистика. Решив первые пять задач, школьник уже может похвастаться красивым значком в профиле. Также подогревом энтузиазма пользователей служит общий рейтинг. Так как мы с особым предстрастием относимся к олимпиадной математике, мы не могли пройти мимо добавления специального раздела для олимпиадников с нестандартными задачами повышенной сложности. Помимо школьников, нашим приложением могут пользоваться и учителя. Для них есть возможности поинтереснее. Базовую подборку тем и задач мы составляли самостоятельно. Но мы хотели бы, чтобы будущая начинка нашего приложения как математики составлялась более опытными специалистами, то есть преподавателями. Они могут создавать свои собственные авторские уроки в нашем приложении для своих учеников. В вебинарфейсе это делается намного проще. Происходит это следующим образом. Во вкладке «Профиль» существует кнопка «Создать свой урок», по нажатию которой открывается особая форма, где нужно заполнить некоторые поля, чачески украшая и оформляя свою тему. Можно заполнить такие параметры, как тематика своего урока, сложная задача, можно загрузить различные веселые картинки и текст в свою теорию и так далее. После нажатия кнопочки «Опубликовать» происходит модерация темы. Это обязательный шаг, который необходим, чтобы предотвратить возможности спама темами. После прохождения модерации тема появляется на свет, и к ней могут подключиться все ученики по ключу или все сообщено на пояс, если учитель пожелает сделать свою тему приватной, точнее, публичной. Для организации общения между учителями и учениками был организован чат, где учитель сможет отправлять свои информации, различные объявления и ключи в отчастие к следующим урокам. Помимо добавления новых тем, учитель также может смотреть статистику по старым темам, которые он уже создал, где приводится сводная таблица по всем ученикам и информация о том, кто сколько решил, где налажал, а где разобрался и ответил правильно. Для написания мобильного приложения мы использовали язык программирования Java. Писали в среде разработки Android Studio, а для хранения данных использовали базу данных Firebase. Для иконочек мы использовали редактор Adobe Animate. Интерфейс приложения мы создавали при помощи XML-файлов. Для корректного отображения контента на разных экранах мы задавали все основные размеры в относительных величинах. Если бы приложение целиком загружалось на смартфон пользователя, то оно бы требовало уйму ресурсов. Для того, чтобы этого не происходило, мы используем особые компоненты интерфейса под названием RecycleView. Таким образом, в момент использования приложения подгружаются не все данные, а только те, которые нужны пользователю на данный момент. А как вы могли заметить, наша платформа адаптирована не только под мобильную версию, но и под веб. Это значит, что у них общая база данных, и прогресс пользователей на сайте и в приложении един. Как только пользователь нажимает кнопочку «Отправить ответ», его неправильный ответ уже летит по воздуху, что в дальнейшем отобразится на рейтинге общих пользователей. Хранение данных организовано в виде двух коллекций. В первой хранятся все данные о пользователях, а во второй же все данные о темах, включая задачу и теорию. Для разработки сайта мы использовали фреймворк Vue.js для написания кода, редактор кода Visual Studio Code с привлечением контроля версии Git. Сайт выполнен в стиле монтированного дизайна Google. Стильно, модно, молодежно. Он размёрнут на хостинге, предоставляемый Firebase. Это абсолютно бесплатно. Так что сейчас я развею миф, в котором подвержено напугающее количество людей. Выложить сайт – это бесплатно. Безопасность – это аспект, которому почти не уделяют внимания при создании новых проектов с нуля. И это очень просто понять. Кому понадобится взламывать базу данных вашего приложения, если им никто, кроме вас, не пользуется? Что ж, кажется, что мы так тоже думали. Но вот 24 июля, 11.43 утра, мы заметили то, что приложения и сайт не открываются. Это указывало на то, что что-то случилось с нашей базой данных. Зайдя в консоль Firebase, я обнаружил, что за сегодняшний день у нас превышен лимит чтения информации. Это могло значить только то, что к нашей базе данных обратились более 50 тысяч раз. Это ежедневный лимит, устанавливаемый в Firebase. Позже обнаружилось, что пользователь apple.com загрузил в нашу базу данных более полутора тысяч тем. Произошло это по нашей глупости. В открытом репозитории GitHub нашего сайта я оставил публичные ключи для подключения к базе данных. И таким образом любой мог зайти на репозиторию, взять эти ключи, написать свою программу и заставить ее создавать какие-то пустые документы в нашей базе данных. В общем, иметь полный контроль. После этого инцидента у нас оставили несколько плохих отзывов в феймаркете с сообщениями о том, что приложение не работало. Представьте себе более необычную ситуацию, нереальную. В вашем приложении существует чат, и в нем списались два хулигана. Они договорились о поджоге школьного туалета. И, совершив свое деяние, они понесли наказание, а вследствие выяснилось, что они пользовались вашим чатом для того, чтобы договориться о встрече и каких-либо манипуляциях. И вынесете большую ответственность. Это очень нежелательно. И поэтому нужно уделять хотя бы самое незначительное время организации модерации и безопасности. Именно с этих пор у нас существует модерация на созданных темах. И на профиле различных пользователей можно жаловаться, чтобы их в будущем блокировало. Подобные проблемы постоянно возникают в ходе разработки. Периодически приходится сталкиваться с тем, о чем ты даже не задумывался, и попытаться как-то решить это. Сейчас у приложения порядка тысячи пользователей. На графике видно, как их количество увеличивается с момента публикации приложений в Play Market. Мы создали аккаунт нашей компании ВКонтакте и Инстаграме, чтобы оповещать своих пользователей об обновлениях, важной информации и обратной связи. Для продвижения нашего приложения мы использовали сервисы Google для выпуска таргетированной рекламы. Пожалуй, это единственный аспект нашего приложения, на который были потрачены не только силы и время, но и деньги. В процессе разработки наше приложение претерпело множественные изменения. На слайде вы наглядно можете видеть их. Во время работы мы изучали новые технологии, языки программирования и какой-никакой, но дизайн. Вот так вот когда-то очень давно вывезли экраны нашего приложения. Вообще, разработка групповых проектов это не только повод получения знаний и новых скиллов, но и повод завести новые знакомства и найти новых друзей. Поэтому нужно объединяться в команды. Также мы узнали, что публиковать сайт можно абсолютно бесплатно. В начале выступления я обещал рассказать, как не бросить проект. Но я не знаю универсального ответа на этот вопрос. В нашем случае не было ни одного дня, когда мы хотели бы бросить работу над проектом. Изначально целью проекта было научиться программировать на языке Java. Но вместо того, чтобы писать стандартные учебные проекты типа калькулятора, шифровальщика данных или какой-нибудь игрушки платформера, лучше постараться придумать собственную идею. Когда вы пишете что-то свое, вам больше хочется довести дело до конца. В результате вы не только научитесь технологиям и получите опыт проектной деятельности, но еще у вас останется воплощение собственной идеи. В нашей команде обязанности были разбиты по следующему принципу. Я отвечал за организацию проекта и занимался приложением. Паша также разрабатывал приложение, но еще и делал дизайн. Ваня же разрабатывал веб-версию приложения и делал бэкэд. Также мы бы хотели сказать спасибо людям, которые помогали нам на различных этапах разработки платформы в самых различных областях от тестирования до обработки информации. И в особенности нашим преподавателям Антону Дмитриевичу Морозову и Сергею Викторовичу Сарченко. Проектом заниматься интересно и неважно, умеете вы программировать, если у вас средства и время, все равно вы сможете сделать тот проект, который захотите. Главное желание. Ну и конечно же не забывайте иногда изучать математику в нашем приложении. Царица наук никогда не будет лишней. В будущем мы планируем захватить мир и поесть печеньки, а потом и дальше совершенствовать нашу платформу, чтобы приносить больше математики в этот мир. Спасибо. Спасибо за внимание. Спасибо ребятам. Давайте им поаплодируем за такой интересный доклад. Я хотела бы сказать, что очень жалко, что этого приложения не было во время моей учебы в школе. И можно переходить к вопросу. В чате во время вашего выступления Юлии Ашаевой очень понравилось ваше приложение и она задала пару вопросов. Что сказали учителя и использовали ли вы Task Tracker? Я могу ответить на этот вопрос. Во время карантина мы часто общались с нашими учителями и просили их, чтобы они нам дали свои задачи и свои конспекты, которые они делали в Word-файлах для детей. Отдали нам их, чтобы мы их разместили в приложении. И нам так помогали учителя перспективы, наши учителя в школе. И поэтому часть тем, которые сейчас есть, это тема сделана нашими учителями. плюс мы в будущем планируем сотрудничать с одной омской образовательной организацией перспективой. И они будут во время дистанционного обучения возможно составлять свои уроки на платформе Word-Face. Насчет Task Tracker'ов скажу я. Да, мы пользовались Task Tracker'ами как для Android-разработки, так и для веб-разработки. Если интересно название, оно называется UBS Можешь еще раз повторить название, потому что было плохо слышно. Давайте я тогда в чат напишу лучше. Хорошо. Тут вопрос от Александра Гункера. Почему вы использовали Java, а не Kotlin? Мы начали делать этот проект, когда занимались Samsung IT-школи, и там нас учили Java. Вот, поэтому Java она сама выбрала, а не мы ее выбрали. Ну, на Kotlin, наверное, было бы круто переписать это, но я думаю, это много времени взорвано. Не знаю, так получилось. Хочется здесь прокомментировать. Во-первых, все-таки начинать лучше с Java, а не с Kotlin. Ну, мое мнение здесь, что на Kotlin вы перейти всегда успеете. А во-вторых, почти всегда разработчики говорят, ой, надо все переписать, у нас код устарел и так далее. А вы, ребята, про продукт. В продукте часто бывает, что технологии не самые новые, дай бог с ними, потому что самое важное у вас не это, а то, что вашим продуктом будут пользоваться и то, что он действительно какую-то пользу приносит. А внутри там у вас Java, не Java, это вообще говоря не так уж и важно. Я не устаю приводить в пример сайт Booking.com, который написан на первом. Вот и все. И что тут в вашей технологии, если продуктом пользуются во всем мире? То есть, да, для себя поиграться там на чем-то интересном всегда полезно. Будете начинать новое приложение, выбираете какой-то другой язык, но здесь это не так важно. Не, но в качестве контрпримера можно привести и Тинькофф, который написан на скале. Так что Тинькофф. и который скоро санировать будет Центробанк, потому что не так все прекрасно. Все-таки про продукт думать надо. А, и в Сбербанке тоже много чего делается. Кстати, на кофе. Коль, но они же не с этого начинали, согласись? Когда у них появилась куча денег, тогда они переписали. Ну, мне как-то непонятно, почему нельзя брать Котлин первым. Можем подискутировать, можем отложить эту дискуссию. Сейчас, наверное, у нас ее может быть куда-то в другой. Не то, чтобы нельзя, но все-таки для, как сказать, Котлин все-таки базируется на той же Java-машине. И было бы очень неплохо изучить основы, как это вообще в принципе работает, что там под капотом, и потом уже переходить к синтаксическому сафору, которую он дает, например. Я всегда... Да, Коль, я знаю, ты контролюг тогда говоришь. А Котлин прививает правильные привычки с самого начала. В Java есть архитектурные ошибки и неудачные решения, которые... Коль, то, что Unhanded Exception у нас там, это, блин, извините, в Котлине не имею в виду. Я говорю о привычках. Те же датаклассы, та же иммутабельность, та же работа с коллекциями. Ну, можем отложить, конечно, эту дискуссию. Я считаю, Котлин первым языком можно брать только в путь. Если человек не чувствует пробуксовок или чего-то недостатка в учебных материалах, то почему нет? Ну, это все равно, что сказать, давайте сразу алгебру изучать, зачем арифметика? То есть, мы не хотим изучать основы, мы не хотим разбираться в том, как все работает, давайте сразу буквы, зачем мы эти числа складываем? Это же легко, понятно и вообще устарело. Все же на самом деле делается на буквах. То есть, смотри, есть такой еще интересный пример. Я когда два года назад в долину Силиконово ездила, там очень много было на эту тему разговоров, что американские вузы перешли на языки более высокого уровня, типа питона, да, вот, а наши все еще продолжают в СИПС плюс преподавать. И когда наши туда приезжают, их с руками отрывают во всякие тесты, потому что низкоуровневое программирование требуется. А вот с языка высокого уровня ты назад уже не прыгнешь, у тебя уже мотивации не будет. Ты вот, вот как предыдущий докладчик говорил, ну блин, зачем я буду с этой памятью разбираться, вот же у нас тут без деструкторов все здорово. Но если ты идешь в интернет вещей и во всякие там интересные микросхемы с маленьким объемом памяти и маленькой батарейкой, и вот тут сразу же вылазит чистый СИПС. С этим согласен. Но не согласен с тем, что Java ты ставишь как более низкоуровневый язык по словам неспотлин. Они как бы одного порядка языки. Я скорее не про уровень, я скорее, наверное, про, так сказать, методический путь развития разработчика. То есть все-таки я вот сколько лет этим занимаюсь, больше 20, я все-таки считаю, что лучше идти от более низкого уровня и начала к более высокому. То есть я тут обнаружила, что студенты третьего курса совершенно не разбираются, как структура данных на базовом уровне устроены. Они привыкли коллекциями пользоваться, потому что за них все написано. Но что там внутри происходит, просто жесть. То есть люди не понимают, какая там трудоемкость, доступ к элементу, там всякие поиски и так далее. И это беда на самом деле. Я думаю, в нашем случае все уже решено и в случае большинства студентов тоже. Какой первый язык будет? Что значит все решено? Вот ты знаешь, какую структуру выбрать для какого случая? Ты понимаешь, чем тебе, ну то есть какая у тебя задача и как понимать, какая структура тебе подойдет, какая нет, какая там у тебя трудоемкость разных операций. Я знаю много структур данных, потому что я занимаюсь олимпиадным программированием, там вплоть до Дейкартова Дерева. Далеко не все. Вот я тебе говорю, берешь обычного студента третьего курса, начни его спрашивать, и он тебе почти наверняка не ответит. Я это проверила недавно. На олимпиадном программировании вас как раз учат в основах разбираться. А вот теперь представь, что вам говорят, да не нужны вам эти основы, бери готовые коллекции и вперед. Зачем тебе знать, как дерево внутри работает? Да, знания внутри хэш-таблиц и деревьев, это, конечно, я согласен, поважен. Просто, Коль, я единственное, что хочу сказать, что когда тебя сразу начинают учить со всяких этих штук, ты потом внутрь, скорее всего, не полезешь, потому что у тебя возникнет вопрос, нафига, если все написано за меня уже давно. А если ты с низкого уровня начинаешь, то у тебя вариантов нет. И ты рано или поздно оценишь все эти штуки, которые в следующих языках появляются. Но это, опять же, это мое мнение. Своего ребенка учу все ассемблера, а вы как хотите? Фух, хорошо. Тут еще вопросы от Дмитрия Городецкого. Как вы планируете монетизировать свое приложение? Ну, это, наверное, вопрос Городецкий, скорее. Пока мы это не планируем, потому что сейчас мы думаем попытаться как-то внедрить MathPlace в образовательные организации, а там могут быть претензии к тому, что у вас есть реклама. Но в будущем у нас есть план сделать какие-то отдельные уроки повышенной сложности за подписку какую-то. И через какое-то время, когда уже решится вопрос с определенными организациями, да, как-то мы не сидим. Но мы пока вплотную не задумывались на эти вопросы. У нас это была не главная цель, а главная была вот именно научиться джаве. Ну, на самом деле, Гордеев, смотри, вы говорите, что вы будете работать с перспективой. Это вообще говоря, коммерческая организация. И вы не обязаны предоставлять им свой продукт бесплатно. Одно дело школы общеобразовательные, другое дело организации, которые за обучение берут деньги. И если с помощью вашего продукта у них будет лучше идти учебный процесс, почему бы им вам не заплатить? Здесь ничего такого нету страшного. А, ну, в плане того, что заплатить нам. Да, да. Ну, конечно, конечно. Я просто думал именно для пользователей какая-то реклама. Но у нас, кстати, к слову говоря, сейчас есть одна реклама при показе решений. Вот, мы так для эксперимента ее поставили. Ну, там, при регистрации можно получить пять, по-моему, бесплатных решений просмотров. Так что... То есть у вас монетизация может быть не в сегменте для пользователей деньги брать, а, например, сотрудничать вот с такими школами, то есть сегмент бизнес-то-бизнес, когда вы продаете свое решение тем, кто осуществляет образовательный процесс, дополнительное образование за деньги и так далее. Там, репетиторы, может быть, еще кто-то. И тогда они будут вам платить, а ученики будут получать это уже в комплекте вместе с образовательным процессом. Как вариант. Да. Подумаю. Еще один вопрос от Вячеслава Устюкова. В вашем приложении может пройти модерацию набора задач по вузовской математике? Ну, если имеется в виду вопрос о, типа, на проверку правильности ответа, то вообще модерация была не для этого приговора, для того, чтобы там всякую фигню не писали в темах. Но, да, модерация занимаемся мы, поэтому вузовская какая-нибудь программа, она, ну, мы, скорее всего, просто посмотрим на эту тему, там, проверим на наличие каких-нибудь плохих слов и такие, ну, ладно, и все. Ну, да, мы планируем, то, что у нас любая математика будет проходить модерацию, конечно, потому что, ну, эти олимпиады сделаны специально для того, чтобы школьники, не школьники, просто люди любого возраста могли какую-то математику порешать. Поэтому, даже если там будет математика по сташе, она тоже пройдет в операцию. Ну, вопрос был скорее в том, чтобы именно расширить этот продукт вот на студентов еще, которые хотели бы учиться. Просто там, допустим, пропустил человек полсеместра, ну, зашел на ваш ресурс, порешал что-то, подготовился. То есть вопрос скорее в том, допустимы ли вообще у вас концептуально вузовские задачи. Ну, на этот вопрос очень простой ответ, да, вот, в смысле, на этот вопрос ответ такой же, на, как вопрос, чем отличаются школьные задания от вузовских заданий. Там такой же нужно вести ответ, ну, иногда нечисленный, но мы уже работаем на добавление там функций ответа в виде выбора, множественного выбора, каких-нибудь, как это называется, слайдеров, которые там тянуть надо. В общем, да, конечно, если я, ну, в смысле, я не учился в вузе, я не знаю, наверное, как там все устроено, но я думаю, что скорее всего задания в школе и задания в вузе не отличаются по форме ответа, только там по сложности и по темам, которые в школе просто не проходят. Вот. Да, я хочу дополнить, у нас концепциально тоже есть задача дополнить это до вузовской математики, просто пока мы не сделали это, потому что у нас не было возможности, мы сами еще в вузах не учились, нам для этого нужно, чтобы кто-то нам помог. Вот когда мы найдем того, кто сможет помочь составить в вузовскую математику, тогда мы сразу же ее добавим и даже не в Олимпиаду в основную тему. Спасибо за ответ. И еще один вопрос, я думаю, он будет заключительный для ребят, остальные можно будет писать в Телеграм-чат. Это вопрос от Линкерник. Если теоретическая возможность задач на доказательство, этот момент практически отсутствует в современном подходе для обучения математике, но, на мой взгляд, один из самых важных, как вы полагаете. Так, ну что, Город, ты ответишь? Ну, без разницы. Ну, без разницы, тогда давай я. Да, у нас изначально был продуман концепт задачи, то есть есть три типа контента. Теория, задача и задача на доказательство. Задача на доказательство, она строится по принципу свободный текст, который не проверяется машиной. То есть какой-то свободный текст, который потом преподаватель в будущем проверяет и ставит за него самостоятельно баллы. Вот. Ну вот, ответ на вопрос. Да, причем у нас в свободном тексте мы в будущем планируем добавить возможность, чтобы ученики могли не просто текст писать, а еще могли свои картиночки прикреплять, они там цитратки написали решение, фоткают это, прикрепляют, и учитель смотрит их картиночку, как в гугл-классах, и проверяет ее. Чтобы вот учителя был полный спектр возможностей, какие он задачи может добавлять. Спасибо ребятам за их выступление, за их ответы. Давайте им похлопаем. И мы желаем дальнейшего развития их приложения.